Эфир телеканала Беларусь и Терегомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Гомельский ВРЗ потерпел второе поражение от Минской столицы в финальной серии 30-го чемпионата Беларуси по мини-футболу. После поражения в Гомеле со счетом 2-4 подопечные Анатолия Яновского продолжили путь к золоту, но снова проиграли 4-1. Счет серии до трех побед стал 2-0 в пользу столицы. Если 14 июня в Гомеле минчане вновь добьются успеха, то в третий раз станут чемпионом Беларуси. Напомню, ВРЗ и столица уже встречались в матче за золото чемпионата в 2017 году. Тогда гомельчане также проиграли в финальной серии. Гомельчанин Виктор Чеварков завоевал бронзовую медаль на международном турнире в Польше. Турнир по боксу среди мужчин имени Зыгмунта Хыхлы проходил в Гданске. Виктор Чеварков, который выступает в весовой категории свыше 91 килограмма, пополнил копилку белорусской сборной бронзовой медалью. Всего наша национальная сборная завоевала 7 наград – 2 золотых и 5 бронзовых. Напомню, бокс входит в программу вторых европейских игр. 316 спортсменов разыграют 15 комплектов медалей. В Жлобине прошло открытое первенство Гомельской области по велосипедному спорту на шоссе среди юношей и девушек 2003 года рождения и моложе. В командных гонках у девушек победу одержала сборная Могилевской области. Серебро досталось команде Гомельского региона. Среди юношей победила дружина Гомельщины. В общекомандном зачете первое место у спортсменов из Речицы. Гомельчане Евгений Орел и Никита Горностаев завоевали золото и серебро на чемпионате Европы по современному пятиборью. В общекомандном зачете наши спортсмены заняли третье место. На высшую ступень пьедестала поднялась команда из Франции. Серебро увезли россияне. Международный турнир проходил в польском городе Джанков. За победу боролись юниоры и юниорки. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Субтитры подогнал «Симон»!